Я тень. Через отверженные селения я лечу. Через вековое горе я совершаю полет. Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд к северу. Но не могу отыскать прямой путь к спасению, ибо Аппенинские горы закрывают первый проблеск зари. С этих самых слов начинается «Инферно» — новый роман Дэна Брауна, известного американского писателя. В популярности этой книги нет ничего необычного, так как прошлые произведения автора, такие как «Кот да Винчи», «Ангелы и демоны» и другие, пользовались не меньшей популярностью. «Ищите и обрящите» — эта фраза звоном отдается в голове профессора Лэнгдона, который не помнит событий прошлых дней. Он не знает, как он очутился в больнице Флоренции и почему на него охотится странная женщина-год, направленная американским правительством. В своем пиджаке знаменитый криптолог находит таинственный предмет, из-за которого на него начинается неустанная охота. Компанию профессору составляет молодая врач Сиена Брукс, которая, как и все его спутницы, необычайно умна. Действие из Флоренции переносится в Венецию и неожиданно заканчивается в турецком Стамбуле. На протяжении всего путешествия читателю предстоит посетить множество знаменитых итальянских музеев, соборов и архитектурных шедевров, созданных во времена правления династии Медичи. Своего рода путеводителями профессору Лэнгдону и его спутнице служит божественная комедия Данте и Ад Боттичелли. Книга полна тайн, та изощрённая игра, в которую Дэн Браун втягивает нас с первых страниц, заставляет задержаться до последней. Так комментирует книгу New York Times. Самый кинематографический блокбастер, который можно вообразить, не только профессор Лэнгдон, но и герои второго плана выше всех похвал, восхваляет книгу USA Today. За каждой рукописью скрываются интересные истории. И вот некоторые из них. Название романа долгое время держалось в тайне. Известный выдумщик Дэн Браун даже зашифровал его в мозаику, которую фанаты по частям собирали на его официальной странице в Фейсбуке. В романе встречается весьма распространённая историческая ошибка. Автор пишет, что Коперника сожгла на костре католическая церковь, хотя в действительности Коперник прожил долгую жизнь и умер от старости. Для одновременного выпуска книги по всему миру издатели собрали команду из 11 переводчиков, которые жили изолированно в подвальном помещении и напряжённо работали в строжайшем секрете. Книга настолько тепло была воспринята читателями, что Sony Pictures уже запланировала экранизацию в обход третьей книги на 18 декабря 2015 года. Что ж, Браун не был бы Брауном, если бы союзники Лэнгдона не становились врагами, враги союзниками, а незнакомцы давними знакомыми. Браун не был бы Брауном, если бы популярные туристические места не были описаны им с такой скрупулёзностью, что роман можно было бы использовать в качестве путеводителя. Браун не был бы Брауном, если бы в его книге «Инферно» не было некоего посыла, в котором... Хотя, впрочем, прочтите книгу и узнайте об этом сами.